Добрый день, уважаемые дамы и господа, вы слушаете радионародная волна, следовательно, ваши приемники настроены на частоту 1430 AM, 99,1 FM, или с помощью бесплатного приложения RadioNVC, или на нашем сайте RadioNVC.com. Ну а сейчас Вайнштейн в эфире с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну, сейчас все обсуждают санкции, очередные дополнительные санкции в отношении Северной Кореи. Вот давайте, если можно, об этом. Да, конечно, это действительно самое главное событие, которое сейчас произошло. Вот только что Трамп подписал новые санкции против Северной Кореи. На этот раз санкции пойдут против банков, которые финансируют сделки с корейцами. А новое в санкциях это то, что Министерство финансов, значит, предписано, Американскому Министерству финансов, предписано замораживать финансы и имущество фирм, индивидуумов и банков, ведущих торговлю с Северной Кореей. И, значит, кроме того, запрещение американским компаниям работать с теми, кто имеет дела с Северной Кореей. Вот это очень интересный момент. Значит, как мы говорим, господа, значит, хотите торговать Северной Кореей, мы не можем восстановить, мы не можем поставить флот, так сказать, задерживать ваши товары там или в воздухе сбивать самолеты. Но вы хотите торговать с ними, это ваш выбор, вы не будете торговать с нами. И вот здесь, так сказать, огромные последствия этого дела на самом деле и перепугали целый ряд стран. Немедленно после этого указа Китай предписал своим банкам не вступать ни в какие новые сделки Северной Кореи. Ну, старые продолжаются, разрешены, а новые сделки, финансирование или даже расчеты производить запрещается. Возможно, китайцы будут что-то делать стихаря, но объемы обязательно сократятся, и большинство некитайских партнеров участия в сделках будут бояться как огня. Если китайские фирмы завозят что-то в Северную Корею, им запретят завозить что бы то ни было в США. И это уже для Китая катастрофа. А, как выяснилось, вторым по объему торговли партнером Северной Кореи является сюрприз Россия. Которая, естественно, утверждала, что торгуют с корейцами иногда на малые суммы. Корея посылает в Россию специалистов, работающих там, где россияне не хотят. Но такой финт интересный. Они зарплату не получают. Их зарплаты полностью переводятся на счет Северной Кореи. Сами работники по принципу оброка во времена крепостного права в России, естественно, получают еду и жилье. Их много. И много товаров идет по бартеру. Почему это идет по бартеру в Северную Корею? Потому что, если переводить деньги за них, то это должно идти через международную банковскую систему. Там, SWIFT и тому подобное. И будет отмечаться где-то там, так сказать, в международных организациях американцы могут до этого добраться. А если просто откладывать деньги, которые они зарабатывают, а потом на эти деньги, пользуясь кредитом, посылать товары на русских же кораблях, то как бы оно проходит ниже, чем то, что американцы могут поймать. Ну, значит, чтобы было совершенно понятно. Русские боятся переводить Кореи деньги за рабов. И поэтому отправляют товарами. Значит, Россия ведет сделки с Кореей тихонько, как говорят, под радаром. Значит, чтобы мир не узнал. Но, естественно, мир все равно узнает. Я думаю, что и русские банки будут нервничать, потому что личные владения руководства банков могут быть заморожены в связи с этими санкциями в США. Опять же, будут, конечно, продолжать. Но очень осторожно и, возможно, значительно меньше, чем сейчас. Европейцы, латиноамериканцы, скорее всего, остановятся. Иран будет, конечно, продолжать вкладывать полученные от Обамы, кстати, миллиарды, в развитие ядерного потенциала Северной Кореи. Потому что рассчитывают кусок получицами. И будут, наверное, вести закупки товаров, необходимых северокорейцам от своего имени. И доставлять в Северную Корею российскими кораблями. Чтобы, что называется, шито-крыто было. Но кольцо все равно сужается. И неизвестно, что еще придумывают люди Трампа, чтобы решить эту проблему невоенным путем. Небольшая справка. 25 лет подряд три администрации, Клинтон, Буш и Обамы, говорили, что у США и Китая общие интересы относительно Северной Кореи. Что, мол, и мы и они хотим обуздать кровожадного диктатора и уменьшить опасность новой кровавой войны в регионе. А на самом деле все знали, что это вранье. Китай не хочет объединения двух Корей. Они боятся мощную прозападную Корею своих границ. И делают все возможное, чтобы Север, Северная Корея, не развалился. И чтобы он продолжал пугать мир. Америка, Южная Корея, Япония, Европа заинтересованы в том, чтобы атомное оружие не было в руках маньяка, сотрудничающего с Ираном, еще Россией и другими маньяками и фанатами. А впервые за 25 лет с Трампом Америка заговорила голосом Роналда Рейгана. Мистер Горбачев, разрушьте эту стену, как он когда-то сказал. Да, это не дипломатично, да, это неприлично, да, это политически некорректно называть зеленое зеленым, а воняющую какашку, извините, воняющей какашкой. И они очевидно случайно оставлены на дороге продуктов жизнедеятельности биологического организма, обладающим характерным запахом. Я бы сказал так, браво Трампу. Пока врага не назвали, не определили, кто он, его невозможно победить. А Трамп точно определяет, кто наш враг. И еще раз для справки. Трамп не хочет воевать. Воюют те, у кого нет яиц. И кто все время сдает позиции. Вот тогда враг наглеет, наглеет, чувствует сию силу. И вот тогда приходит момент, когда начинаются войны. Когда с самого начала все четко раскладывается по полочкам и объясняется, что будет. Если враг сделает следующий шаг, то обычно войн не происходит. Вот еще один раз браво Трампу. Мы, очевидно, еще вернемся к подробностям речи Трампа на 72-й Ассамблее, Генеральной Ассамблее ООН. Но вот, в частности, его речь вызвала истерику в рядах леваков. И у меня складывается такое впечатление, что леваки встали на сторону Ирана, на сторону Северной Кореи. Я вам даже могу привести в качестве примера твит от голливудской особы Челси Хендлер, если помните. Ну, она ведет тут шоу на телевидении. Так вот, она в твиттере написала, что она готова обменять Трампа на Ким Чен Ына. Ой, какое счастье! Можно она поедет туда жить? Замечательный рецепт с вашей стороны. Я двумя руками за. Да, все, на мой взгляд, все леваки, кто считают, что Трамп несправедлив по отношению к Ину, а Ин, так сказать, молодец, было бы замечательно, если бы все поехали в Карире, на собственной шкуре вкусили все прелести коммунистического, социалистического строя под руководством великого Ина. Ну, в общем, вот об этом, если можно. Да, конечно. Вообще, левизна делает все возможное, чтобы помешать Трампу решить ситуацию мирным путем. Для них самое главное не благо Америки, а чтобы у Трампа не было никаких, не дай бог, побед, выигрышей, да? То есть, демократическая партия вопит в один голо, что Трамп болтун и все равно ничего не сделает. А кроме того, что он не умеет вести переговоры. Значит, Маккейн, кстати, о демократической партии заявил, что Северной Корее нечего опасаться, что они могут не бояться, никто не даст Трампу на них нападать. Так же, как, мол, мы все в Америке знаем, мол, что это может обернуться катастрофой для Сеула и Токио. Значит, и поэтому, значит, чтобы он не нервничал, чтобы запускал ракеты, чтобы продолжал ядерные испытания, чтобы все будет абсолютно нормально. И действуя абсолютно как его близнец Обама, Маккейн, который всегда был, кстати, самым кровожадным сенатором в Америке, уговаривает северокорейцев, что все козыри у них, что Америка против них бессильна, и что они могут не бояться Трампа. Вот то же самое делают, кстати, европейцы. Меркель, слово в слово, повторила слова Маккейна, заявив, что она абсолютно уверена, что Трамп блефует. Значит, мол, типа, дорогие северокорейцы, не волнуйтесь, мы перед вами бессильны и будем делать все, что вы захотите. Вы скажете нам подпрыгнуть, и мы просто спросим, насколько высоко. Значит, интересно, что все эти силы, значит, леваки США, европейские бездетные лидеры, у восьми руководителей европейских государств нет детей. Вы когда им такое слышали? И ненавидящие Трампа республиканцы хотят, чтобы северокорейцы доказали всему миру, что Трамп болтун и импотент. Вот только две страны принимают всерьез слова Трампа. Это Северная Корея и Китай. То есть, они, наверное, считают, что Трамп блефует на 99%, но вот этот оставшийся 1% сидит у них за носой. Значит, с Клейнтоншей, с Обамой они знали на 100%. А с Трампом нет, не на 100%. И это заставляет их мочиться под себя по ночам. Я абсолютно в восторге от того, что у нас, наконец, появился президент, которого нельзя просчитать. То есть, его можно просчитать. Рассчитывай на то, что что-то будет сделано не так, как ты ожидал. Вообще интересно. Ну, собственно, реакцию Леваков и реакцию Европы я могу объяснить только тем, что он как бы два принципа Леваков и Европы подверг резкой критике и сменил парадигму. Во-первых, он осудил социализм, это тот путь, по которому движется Европа западная. А во-вторых, он призвал к сохранению суверенитета государств. То есть, глобалисты в ужасе. Они уже думали, надеялись, что вот с избранием Клинтон все, уже сможем избрать какое-то наднациональное правительство. А подчиним суверенитет Америке, Организации Объединенных Наций. И вдруг пришел Трамп, и все в пух и прах разбивает эту доктрину. Все с точностью да наоборот. То есть, государства должны быть сильными, суверенными. И только тогда мы сможем обеспечить общую безопасность. И он рассказал о всех прелестях социализма. Конечно, в кавычках прелестях. О тех страданиях, о тех миллионах жизней, которые унес социализм. Он в качестве примера привел и Венесуэлу. И, кстати сказать, Венесуэла, по-моему, тоже под санкциями находится. Во-первых, речь идет о том, что, возможно, Америка наложит эмбарго на покупку венесуэльской нефти. Это единственный источник доходов. Да, я, кстати, извиняюсь, что я влезаю. Я позавчера, так получилось, я встретился с женщиной, которая приехала из Венесуэлы не так давно. Но интеллигентный человек, образованный и прочее, она говорит, что около двух миллионов венесуэльцев из тридцати, если не ошибаюсь, миллионов населения, это огромный процент, покинуло уже страну и расселяется по всем ближайшим странам или куда они только могут поехать. То есть, вот как когда-то, что называется, интеллигенция и дворянство бежали из Советского Союза и из России с приходом большевиков, так то же самое происходит сейчас в Венесуэле. Конечно, то, что там произошло у нас прямо под носом, это ужасно. В основном ужасно не для нас, конечно, а для них. Но это, может быть, остановит много других латиноамериканских стран от движения в эту же сторону. Не знаю. Я очень надеюсь на это. А остановит ли это наших вагиноголовых, которые выходят на демонстрацию? Нас остановят. Они не перенесут это на нас. Латиноамериканцы могут перенести это на себя и понять, что это очень близко к ним, а у нас нет. Но я очень хорошо понимаю, на самом деле, почему, так сказать, вот эта вот коалиция, так сказать, левых американских, включая республиканцев левых, они тоже бывают, естественно, левые, и демократов, то есть, статистов, те, которые за стейт, государственники, да, вот, и всех остальных. Просто Трамп представляет для них настолько большую опасность, чем Северная Корея, что и они настолько вовлечены в борьбу с ним, что они готовы поставить на все, что угодно против Трампа. Это не означает, на самом деле, что они там, как эта дура, извиняюсь, из радиошоу кричит, что она хотела бы иметь такого президента. Нет, они достаточно хорошо понимают, что они не хотели бы жить в таком строе, в таком президенте. Но борьба с Трампом настолько, так сказать, их вовлекла и настолько стала важной и самым главным в их жизни, что они готовы с кем угодно объединиться, хоть чертом, хоть дьяволом, лишь бы Трампу было хоть немножко плохо. Да, похоже, что ненависть к Трампу пересиливает любовь к стране. Да, и поразительно то, что вот произошла какая-то такая странная вещь. Вот, например, в русском, так сказать, русскоязычном поле, да, был целый ряд, скажем, обозревателей, кто-то живущий в России, кто-то уехавший, живущий за границей, которые очень точно, аналитически, красиво, интересно описывали то, что происходит в России, течения, подземные течения, там прогнозировали что-то, что-то происходило, что-то нет. И как бы был целый ряд интересных людей, которых было интересно слушать, интересно соглашаться, не соглашаться. Это называется «Как вдруг пришел Трамп». И у большинства из них снесло крышу от ненависти. И слушать их теперь или читать невозможно. Огромное количество, я не хочу начинать с фамилии, так сказать, да, говоришь, не рекламировать. Но происходит какой-то раздел мира. Какие-то люди смотрят на Трампа и говорят, окей, у него есть куча недостатков, он, так сказать, делает какие-то вещи, которые, там, я не сто процентов уверен, что я хотел бы, чтобы президент, там, кандидат в президенты делал или говорил. Но этот человек освобождает нас от скверны. И вторая часть мира, которая не может ничего воспринять хорошего от него, их трясет, по какой-то там причине, эмоционально он их задел, там, то ли они решили, что он путинский, там, я не знаю, там, шпион, то ли что-то еще, то ли кто-то решил, что он, там, к женщинам плохо относится. После Клинтона, да? Кто может еще плохо относиться к женщинам? А Клинтон хорошо относился к женщинам, я извиняюсь. Он их любил. Всегда и везде. Да-да-да, он их любил. И поразительно, ну, снесло крышу у половины мира, и с ними невозможно разговаривать. То есть, вроде, разговаривали с человеком, все хорошо. И в тот момент, когда касается этой темы, и человек вдруг слышит, что ты, оказывается, за или даже не за, не, не против, ты начинаешь быть врагом. Ты начинаешь быть каким-то... Они иступленно начинают с тобой даже не спорить, а тебя уничтожать. И вот это совершенно поразительно. Ведь нас вроде никто не зомбировал так особенно. Ну, конечно, зомбировали, да? Но так как у нас враслые стороны зомбируют, ты сам выбираешь, кто тебя зомбирует, да? В России такого нету. В России, так сказать, либо ты, так сказать, прозомбирован, либо ты тихо сидишь в уголке, ничего не слушаешь, никого не смотришь, заткнул, так сказать, уши пальцами. А здесь, что называется, у тебя есть разные источники, ты сам выбираешь. Вот те, которые выбрали вот то зомбирование, с ними невозможно общаться. Не знаю, может быть, с нами тоже невозможно общаться. Но как бы, так сказать, надеюсь, что нет. Надеюсь, что мы какие-то остатки разума сохранили. В подтверждение ваших слов, Трамп отпустил там реплики в своей речи, мы, кстати, коснемся речи чуть более подробно во второй части программы, в отношении Ким Чен Ына, и тот ответил Трампу, и вот левая мидия, и не только, смакует вот этот ответ Трампа, они прям испытывают, ну, они на грани оргазма от этого. То есть это удивительно, а человек, который угрожает нанести ядерный удар по Соединенным Штатам Америки, отвечает президенту, который говорит, что если ты только сунешься, мы уничтожим, разрушим всю твою страну, и он отвечает, так сказать, с издевкой нашему президенту, и они смакуют это, они испытывают от этого такое удовольствие. — Хочется задать вопрос. Господа, вы с кем? С кем вы? Вы с Америкой, с Северной Кореей, вы с Америкой или с Ираном? И они стали, так сказать, выступать, критиковать Трампа за то, что он в отношении Ирана высказался, за то, что он в отношении к Северной Корее. То есть левачье, оно хоть где левачье? У них одна сторона, у них левая сторона, независимо от национальной принадлежности, этнической и так далее. — Им очень нравится, что этот самый Ким Чон Оун назвал Трампа «испуганной собакой». Им это ужасно нравится, это просто повторяется во всех заголовках, в статьях, в выступлениях. Им нравится это произносить, от себя они это произносить не могут, как бы нельзя, но хотя кто-то сказал, то можно же это вот так подавать красиво, смачно. — Леон, давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, а после чего вернемся, продолжим, попробуем более подробно разобрать речь Трампа на 72-й Генеральной Ассамблее ООН. — Договорились. www.radionvc.com Интернет-адрес мира информации Заменяет газетные издания, модные журналы и телепрограммы Комментируйте, задавайте вопросы на сайте www.radionvc.com Возвращаемся к программе «Вайнштейн» в эфире с Леоном Вайнштейном. И мы обещали нашим радиослушателям чуть подробнее поговорить, разобрать речь президента Трампа. Если можно, давайте об этом. — Да, с удовольствием. Я надеюсь, что наши служители понимают, что не сами президенты, премьер-министры, короли и прочие пишут себе речи. Что есть люди, которые называются speech writers, то есть те, которые пишут речи для всяких крупных политических деятелей. Так вот, известно, что перед программными речами вот эти самые speech writers рассылают предполагаемую речь. Сначала speech writers говорят с президентом, он рассказывает, что он хотел бы в общем сказать, потом они садятся, пишут это. А дальше рассылают по основным министерствам обороны, финансов, иностранных дел и получают обратно замечание, что те хотели бы изменить, вычеркнуть или добавить. И на самом деле в 90% случаев speech writers меняют написанное для того, чтобы соответствовать тому, что профессионалы в министерствах считают и прочее. Известно, что перед своей эпохальной речью в Берлине Роналду Рейгену три раза вычеркивали, просили убрать фразу обращения к Горбачеву, разрушь эту стену. А он три раза вставлял ее обратно и потом сказал под грохот овации, значит, господин Горбачев, разрушьте эту стену. Имелось в виду, естественно, берлинская стена между двумя Германиями. Трампу перед речью в ООН десятки раз пытались сделать ее более дипломатичной. У них ничего не получилось. Трамп не дипломат. Трамп супер дипломат. Если бы ООН ему аплодировала, стоя в конце речи, это означало бы, что он говорил что-то прилизанное, пригожее, хорошо пахнущее и бесполезное. А так все присели на задние лапы. Потому что еще раз Трамп непредсказуем. Трамп защищает свою страну. Трамп может сделать все, что угодно, даже когда все конформисты и опизоры стоят на задних лапах перед любым шантажистом. Микки Хелли внесла предложение в ООН по санкциям против Северной Кореи. Россия и Китай потребовали изменения в тексте, превратив санкции в легкообходимые, как, впрочем, и все предыдущие санкции. Америка сказала окей. Подписала полудействующие санкции. Поблагодарила Китай и Россию. И шандарахнула свои санкции. А мир теперь будет плясать под эту дудку. Хотят они этого или нет. Трамп четко обозначил свою позицию. Я американский президент. И для меня интересы Америки важнее всего. И, конечно, мы должны жить в мире друг с другом. И относиться к нашему совместному дому под названием планета Земля бережно и аккуратно. Все остальные делают вид, что Меркель не представляет интересы Германии. И что Макрон не считает, что Франция это главное в его политических планах. Или что там Путин представляет Уругвай. Или там Пакистан, а не Россию. И что будет действовать в ущерб себе самому ради дружбы народов. Но другие делают вид, что зеленое это Бордо. А Трамп не делает. И в этом его великая заслуга. Мне лично давно надоела политическая корректность. И то, что Джордж Орвел назвал дабл ток. Вообще, с детства я считал, что это только в СССР говорили одно, а имели в виду другое. И все об этом знали, и все в этом участвовали. Я думал, что это правила игры такие у нас там в СССР. Запад вошел в фазу, когда, извиняюсь, жопа, название, извините, есть сама. Вот она. Но сказать это слово нельзя. Кстати, о связях Трампа с Россией. Еще один, извиняюсь, пришло в голову, поэтому скажу сейчас в этот момент. Люди Цукерберга на Фейсбуке утверждали, что русские организовали десятки тысяч фейковых аккаунтов на Фейсбуке. И с них вели пропаганду против Клинтона за Трампа. И что российские тролли проплатили сотни тысяч долларов за противо-хиллари рекламу. Конгресс потребовал от Фейсбука представить доказательства, раз они об этом так много говорят. И тут вдруг Цукерберг выступает с заявлением, что тщательное исследование Фейсбука не позволило прийти к конкретным результатам и доказать, что те, кто писал за Трампа и против Хиллари, имели какое-либо отношение к России. И вот еще одно вранье оказалось враньем. Извиняюсь за отвлечение, возвращаюсь обратно к речи Трампа. Что меня в ней и поразило, и обрадовало? Поразило то, что Трамп говорил то, что мы все хотим слышать от нашего руководства. Не завуалированные фразы, которые имеют в виду, чтобы кто-то как-то догадался, но не понял. А честный, откровенный разговор. Ребята, давайте перестанем врать друг другу. Ты представляешь Францию, ты представляешь Парагвай, ты представляешь Израиль, я представляю Америку. Мы каждый за свою страну. Но мы собрались здесь вместе, чтобы учиться и продолжать жить вместе, чтобы наша планета, наш дом не взлетела в воздух. Но мы представляем нашу страну, каждый из нас. И для каждого из нас наша страна важнее. Это как собрались люди и начинают говорить, что наша группа для меня важнее семьи, а потом начинают тихонечко воровать. Что называется, если не украл на работе, ты украл у семьи, как в Советском Союзе говорили. То есть все время обман идет какой-то. И все знают, что это обман, но все кивают головами радостно и прочее. А тут приходит человек и говорит, моя семья для меня, ребята, важнее, чем ваши семьи. Мои дети для меня, извините бога ради, важнее, чем ваши дети. Но я хочу, чтобы мы все жили в мире для того, чтобы наши дети не пострадали. Вот это честная, откровенная позиция. И она меня безумно радует. Потому что только тогда, когда ты называешь вещи своими именами, когда люди понимают, что ты не лжешь, когда люди понимают, что ты не имеешь в виду, говоришь одно и имеешь в виду другое, только тогда можно нормально договориться, нормально существовать. И совершенно идет не разговор сейчас о том, что война и прочее. Нет, нормальное сосуществование может быть между людьми только тогда, когда мы определились. Да, мои дети для меня важнее, чем твои дети. Но это не означает, что я хочу, чтобы твои дети страдали. Я хочу, чтобы они все жили в мире. Вот это то, что я вынес из этой речи, то, что мне показалось самым главным. Я понимаю, что было огромное количество нюансов. Я понимаю, что там много чего было сказано. Вот это то, что на меня произвело самое большое впечатление. Ну, на вас это произвело положительное впечатление. А именно те же самые моменты, те же самые утверждения Трампа, моменты его доктрины, произвели шокирующее впечатление на левый спектр политический нашей страны. Поэтому и реакция была такая. То есть, суверенитет для леваков неприемлем, потому что они все работают на глобализацию. Причем не просто, не на глобализацию экономики. Нет. Идея заключается в том, чтобы передать суверенитет частично или полностью под управление какого-то надгосударственного образования, в котором сидят бюрократы, никем не избранные, не выбранные. Ну, так как вот в Европейском Союзе сидят бюрократы и занимаются тем, что определяют кривизну и длину огурца и диктуют всем странам. Перенаправляют финансовые потоки. При этом неплохо себя чувствуют. Очень хорошо живут. А я вот все время пытаюсь понять, почему люди часто очень видят какую-то картинку, она им нравится, но они никак не пытаются подумать на один или два шага вперед. Ну, вот организовали мы по всему, всемирное правительство. Потрясающе, великолепно. И какие-то там люди, очень хорошие люди, там заседают и творят невероятное добро всему миру. На самом деле просто перераспределяют богатство. Ну, неважно. А потом туда же приходят какие-то не очень хорошие люди. Вот там типа, так сказать, ну, того же самого Ким Чен Уна или Сталина, или Мао Цзэдуна, или там, так сказать, не знаю, кого-то еще. И вдруг оказывается, что мы все живем в одном полицейском режиме, мы все живем по одним правилам, нам, так сказать, совершенно некуда, что называется, жаловаться, некуда убегать, ничего поделать не можем. И на этом, так сказать, это теперь уже не тюрьма народа. Это уже теперь земля-тюрьма. Все, кончилось. Не можем мы только дворцовые перевороты, да. Но это поменять одного тирана на другого, что происходит в дворцовых переворотах. Никакой единственный залог свободы и нормального существования, что есть много сильных сторон, которые, каждая из которых может превратиться вот в диктатуру, да, как Германия, как Китай, как Советский Союз в свое время. Но есть другие, которые не превращаются в эти диктатуры, которые противостоят этим диктатурам и дают возможность людям сбежать, уйти, надеяться или просто, так сказать, диктатуру разваливаются из того достаёт на более-менее нормальная жизнь. Я надеюсь, в России тоже когда-нибудь настанет. Вот это неумение экстраполировать на один шаг вперёд, неумение понимать, что прекрасное событие, о котором ты мечтаешь, может произойти, и тогда, не дай бог, ты будешь жить в этом прекрасном событии, вот это я никак не могу понять. Вообще интересно было бы послушать тех, кто выступает против программы Трампа, кто не видит, какую опасность несёт в себе так называемый социализм. Вот люди, которые, так сказать, ну, похоже, что они действительно не могут не то, чтобы даже на пару шагов вперёд посмотреть, они могут охватить картину в целом. Скажем, вот, проблема, с которой мы сталкиваемся, это нелегальная миграция, это большое правительство, что ведёт к высоким налогам, регулирование, что ведёт к ущемлению экономического роста. То есть, вот все эти проблемы, о которых говорит Трамп, и которые хотел бы решить, пытается, во всяком случае, решить, но встречает сопротивление. Ведь это серьёзные проблемы, которые не, так сказать, не останутся без последствий. Вот у меня недавно был такой очень интересный опыт. Я, так сказать, на свой блог, на свой, так сказать, монолог, я там выступаю с монологами время от времени, я пригласил одного молодого человека, ну, молодого, ему 50 лет, он на самом деле профессор в университете, у него есть своё радиошоу, кстати, полчаса по-русски и полчаса по-английски. То есть, он как бы вжился в эту ситуацию, он давно здесь живёт, он даже приехал из Союза Советских, поэтому мы на русском языке разговаривали. И всё, что я хотел, на самом деле, я не пытался спорить с ним, там, и доказывать ему что-то. Я хотел понять, и чтобы, так сказать, моя аудитория поняла, а почему вот он и многие такие люди, как он, огромное количество в Америке, да, почему они говорят, что, вот, например, предложение Берни Сандерса, оно хорошее. Я сейчас не о том желании, чтобы у всех, так сказать, чтобы всем было хорошо жить, чтобы у всех была медицина, чтобы все было прекрасно и тому подобное, а практически, как это можно осуществить. И вот мы 35 минут, я пытался добиться вот этого одного ответа и понял несколько вещей. Для меня вдруг стало это ясно. Первое. Они совершенно не думают и не хотят думать о том, как. Они дальше, ребята, давайте жить дружно, они дальше не смотрят. Причём эмоция вот эта, как, неужели вы против этого? Я не против, я тоже хочу. Ну, так что? Просто объясните мне деньги, откуда возьмётся? О, опять о деньгах. Мы не хотим о деньгах. Давайте решим все вместе, что мы должны всем людям давать бесплатную медицину. Я спросил о кровлю. Да, обязательно. Игрыша над головой. А еду? Конечно, еду тоже. И интернет бесплатный и тому подобное. И вообще представлять всем возможность работать, кто хочет, как будто им не представляет. И абсолютно ситуация, при которой мы говорим о каких-то разных плоскостях. Я говорю, потрясающе. Я мечтал бы жить в этом обществе. Объясни мне, как это обеспечить? Какое это имеет значение? Это не имеет никакого значения. Важно решить. А дальше деньги мы как-нибудь найдём. И вот это вся позиция. И это ужас этого. Мы не можем друг с другом общаться. Мы им говорим, ребята, нету же денег. Они говорят, какие вы сволочи. Абсолютно. То есть, нарисует себе такую картинку, вот как, я не знаю, живём при коммунизме. Работает тот, кто хочет, тот, кто может, кто не хочет, не работает. Но ведь достаточно богатых людей, если бы равномерно распределяли доходы, то весь мир. А ещё стереть границы. Все желающие могли бы жить вот там, там и там. Просто вот приехали бы сюда, там, скажем, 300 миллионов из Африки или там из Мексики, 30 миллионов или сколько там желающих переехать сюда. И на всех бы всего хватило. Это было бы замечательно. Всем бы дали бесплатное жильё. Ну, кто работал, тот бы работал. Кто не работал, тот бы не работал. Обеспечили бы питанием, жильём. А в некоторых городах, кстати, я слышал в Калифорнии, там, в каком, в одном из городов эксперимент такой. Люди, которые проживают в хаузинге, то есть вот за счёт налогоплательщиков, им ещё и бесплатные автомобили там предоставить в личное пользование. То есть такая, действительно, страна всеобщего, земля, планета всеобщего благоденствия. Но это же нереально. Но об этом они не думают. Не хотят думать. Вот их со школьной скамьи обучают тому, что вот капитализм – это плохо. Он несправедлив. А что белые – это все расисты. И каждый нормальный белый человек должен испытывать чувство вины и выходить вместе с демонстрацией, вместе с Black Lives Matter. Поскольку, вот понимаете, все проблемы, скажем, афроамериканского гетто заключаются в том, что белые несправедливы по отношению к ним. Как хорошо, что я не белый, как хорошо, что у меня оливкового цвета кожа. И вот действительно они не задумываются о том, а как же, ну хорошо, я бы тоже не отказался жить в таком мире, знаете, где вот я хочу жить в таком доме, пожалуйста, живи, я хочу жить на побережье, или наоборот в тайге, в лесу, на Аляске, пожалуйста, живи, правительство за тебя заплатит. А я хочу вот такой автомобиль иметь, да пожалуйста, нет, такой не хочу, хочу такой. Сказочный мир. Это рай, называется рай. После смерти мы все туда попадем. Ну это же сказка, вот этого они не понимают, что это сказка, что, к сожалению, life is not fair. Несправедливая жизнь. И вот эти, извините. Я разговаривал, вот, так сказать, опять вернусь на секунду, так сказать, что называется, не с дурачком, да, а с нормальным человеком, как бы, профессор университета, там, лекции читает, передачу радио ведет, да, общается нормально, и даже я не хочу ничего плохого ни о нем сказать, ни о его позиции, она прекрасна. Я просто не понимаю, какое отношение эта позиция имеет отношение к нашей жизни. Да, 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 совершенно. Это замечательная сказка, которую с удовольствием выслушаю, и в мечтах можешь поплавать в этой сказке. Но к реальной жизни она не имеет никакого отношения, к сожалению, не имеет никакого абсолютно отношения, к сожалению. Но вот люди, которые свято верят в эту сказку, они ведь не делают добро, на самом деле пытаясь реализовать вот эту идею абсолютно абсурдную. То есть она красивая идея, красивая, но она нереалистична настолько, что попытки реализовать эту идею приводят... На самом деле есть там несколько стран, скажем, например, Израиль, да, которые определенным образом решили такую проблему. В Израиле невероятное количество приезжих, эта страна, вот так сказать, постоянно принимает настолько больше, так сказать, в процентном отношении количества людей, чем все остальные страны мира, что они должны были кардинально решить как бы эту проблему. Приезжает человек, у него ничего нету, ни денег нету, ничего, так сказать, ни зарплаты, ни пенсии, а он уже больной, да. Значит, и поэтому они ввели двухступенчатую медицину. Одна медицина такая, тебя снимают, если не ошибаюсь, у всех 3% твоего дохода, и это идет на базовую медицину, при которой много каких лекарств не дают, много каких процедур не прописывают и тому подобное. То есть она базовая, да. Вот. А если ты хочешь иметь не базовую, а нормальную медицину, да, то есть полную, что называется, то ты еще покупаешь себе частную страховку или там, не знаю, какую-то еще, не знаю точно, частную. Вот. И тогда, значит, ты покрыт теперь и на базу, и на все остальное, да. Я не хочу сказать, что это прекрасное решение, я просто говорю, скажем, они решили это таким образом. Но я себе не представляю, как в Соединенных Штатах Америки кто-то позволит, чтобы человек приходил, а там где-то было написано, что если ты пришел с страховкой такой-то, то тебе не дают и выдается список лекарств, да. А по другой можно. Они в принципе могут всем не давать, значит, кроме там Конгресса, да. Но вот когда вот будет такое разделение, у нас начнется крик, шум, и те, значит, у кого, кого, кого не лечат, кому не дают хорошие лекарства, если будет массы, а массы других дают, то будут демонстрации, крики, и все то же самое начнется, что происходит сейчас. Правильно? Абсолютно. Абсолютно. Поэтому, так сказать, вот как Америка могла бы легко остановить все пограничные переходы границы. Правильно? Как Советский Союз. Ты пытаешься переходить границу, по тебе стреляют там из пулемета. Ну, после того, как перебьют первых там пару тысяч человек, которые пытаются перейти границу, никто больше ходить через эту границу не будет. Вот. Но Америка не делает этого, потому что мы страна, при которой мы не можем себе позволить это делать. Мы, ну, мы, так сказать, республика, демократия, называйте как угодно, но мы цивилизованное общество, мы не можем за то, что люди хотят перейти границу, стрелять по ним из крупнокалиберных пушек или там автоматов, да. Вот. Точно так же мы не можем разделить медицину на две. Мы можем обманывать тихонечко, да, так сказать, чтобы Белый дом сотрудники, там, Конгресс, сотрудники Верховного Союза, все те, кто решают, вот, они бы не были под, так сказать, Обама Кера, например, да, а все остальные были, и это, так сказать, тихонечко-тихонечко, такая, так сказать, кремлевская клиника организована за стеночками, да. Вот. Но так, чтобы прямо вот в наглую приходили люди, и вот ты, так сказать, с такой страховкой получаешь лекарства, а ты с этой же болезнью с такой страховкой получаешь более дорогое, более единственное действующее лекарство, да. Не может Америка этого сделать, точка. Поэтому и это для нас не работает. Может быть, что-то и сработает, но пока что единственный вариант, это настолько уменьшить стоимость медицинских страховок и ввести такие, пустить рынок на этот рынок, пустить возможность конкуренции, пустить возможность для людей выбирать из тысячи разных совершенно предложений. Почему мы можем выбрать страховку для машины, почему мы можем страховку для жизни, почему-то страховку для дома можем выбрать, которая действует нормальным образом. Что-то произошло, тогда к тебе приходят люди. Ведь если у меня, я не знаю, там, в машине что-то застучало в моторе, да, я ведь не иду в страховку, я просто иду к механику, он меня это чинит. Значит, страховка действует по какому-то другому принципу. Пожар в доме, тогда страховка приходит. А если я, или знаю, там, так сказать, разбил случайно лампочку, ко мне не приходит страховка ее менять. А с медициной мы требуем, чтобы лампочки нам меняли. И вот это поразительно. Абсолютное непонимание того, что такое страховая медицина и требование, чтобы все оплачивалось от начала до конца, причем самое дорогое, самое последнее, самое и прочее. Ну вот, так сказать, те, кто требует, чтобы была уравниловка, они говорят, хорошо, вы получите, все будут равные, ну, кроме, так сказать, самых равных, некоторые будут ровнее. Вот. А все остальные просто будете получать по минимуму. И до свидания. Кстати сказать, Конгресс совершенно антиконституционным образом вывел себя из-под действия закона Обама-Керр, потому что это напрямую записано в Конституции, что Конгресс не может принимать законы, которые на него не распространяются. Что касается страховок, основным, так сказать, лейгаси Обама, Обама за его 8 лет, это то, что он сумел убедить не только своих избирателей, но и часть республиканцев в том, что здравоохранение – это не привиледж, это не сервис, который… А право. А право, неотъемлемое право. А почему тогда не может быть неотъемлемым правом, я не знаю, бесплатное жилье, бесплатное обучение, бесплатный автомобиль? То есть, где границы, почему здравоохранение должно быть правым? Почему я должен… А это первый шаг. Это первый шаг. Когда-то FDR, Franklin Delano Roosevelt, после второго срока, когда он выбирался на третий, да-да-да, выбирался на третий и на четвертый, после него стали два срока, ограничили. Вот когда он выбирался на третий срок, он выдвинул программу, он назвал это Second Bill of Rights, то есть, второй список прав человека, в котором было записано, что все жители Америки, граждане Америки имеют право на первое, значит, пропитание, второе – на жилье, третье – на медицину, четвертое – на образование, там, тому подобное, и где-то там было восьмом или девятом написано «на работу». А на работу с адекватным, чтобы он мог прожиточным минимумом оплатой. Ну, просто класс, да? Приходит к тебе человек и говорит, «Я пришел к тебе работать». Ты говоришь, а мне не нужен никто. Он уходит, а завтра приходит представитель власти и говорит, значит, он у тебя работать не будет, но ты ему плати все равно. Я думаю, он имел несколько иное в виду. Он имел в виду, что правительство будет создавать бестолковые, толковые рабочие места, неважно, нужно, не нужно. Как в Белоруссии трактора выпускают, которые никому не нужны, так и здесь. Правительство будет создавать какие-то производства, и люди на них будут работать, а поскольку продукция, которая производится на этих производствах, никому не нужна, значит, правительство будет собирать налоги с народа и как бы компенсировать вот эти все потери, затраты и так далее. То есть, ну, такой Советский Союз. Сережа, я именно это и сказал. Я думаю, что не производство, а конторы какие-то, где они будут сидеть там и что-то такое делать. Давайте мы сделаем. Но платить-то мы будем им зарплаты, они же ничего не делают. Абсолютно. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся, примем обязательно все звонки. Я напомню номер телефона после рекламы. Возвращаемся в программу «Вайнштейн» в эфире. Телефон в студии 847-400-5200. И если у вас есть вопросы, если у вас мнение по обсуждаемым темам, вы можете набрать этот номер телефона, и мы обязательно дадим вам возможность выступить. Леон, давайте попробуем принять звонок. Да, конечно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, здравствуйте. Ну, я, наверное, один из тех, с кем вы хотели поговорить, о чем вы хотели узнать. Да. Потому что мое мнение резко отличается от вашего, что, наверное, неплохо, правильно? Конечно. Вот. Но прежде чем я отвечу на ваши вопросы или заданцы, неважно, я хочу сказать о своем впечатлении, от того, что я слушаю. Первое, что мне приходит, и единственное, что мне приходит на ум, в логике и в аргументации есть такое понятие «Строумэн». «Соломенное чучело». Когда «Соломина» это послало того, что солдат учили в штыковую атаку идти на «Соломенное чучело». Не на настоящего солдата учились колоть его штыком, а на «Соломенное чучело». И, естественно, «Соломенное чучело» победить намного легче, чем настоящего солдата, вот на нем и тренировались. Так вот, все ваши аргументы в логике называются «Соломенное чучело». Поскольку то, что... Вот я знаю эти аргументы, да, вот у меня есть аргументы в защиту того, против чего вы выступаете. Ни один из этих аргументов не напоминает то, что вы говорите. То есть вам, наверное, не очень легко бороться с настоящими аргументами тех, кто с вами не согласен. И поэтому вы извращаете эту позицию, превращаете настоящего солдата с «Соломенное чучело», и с «Соломенным чучелом» нам бороться легче. Но суть проблемы от этого не меняется. То, что вы говорите, мою точку зрения даже не напоминает. Окей? И вы так... И так запальчиво с этим боретесь, но боретесь вы с «Соломенным чучелом». У вас есть возможность высказать вашу точку зрения. По какому вопросу? Дайте, чтобы вы много вопросов поднимали. По любому вопросу. Выберите на вкус, который для вас легче. Который для меня легче. Ну, например, с медициной. Да? С медициной. Значит, Обама-Кер провалился. Почему? Потому что что? Как вы говорите? Потому что так было задумано. Потому что так было задумано. Ну, это такая конспиративная немножко... Нет, ничего подобного. Это мое убеждение. Но вот где факты. Окей? И для того, чтобы пропустить... Для того, чтобы дать Америке для того, чтобы дать Америке ноль имит на каверидж. Для того, чтобы как можно больше людей, миллионы и миллионы людей, которые раньше иншурансов не имели, его заимели. Из почти 150 слушаний в Конгрессе по этому поводу, в результате этих слушаний Обаме пришлось пойти на компромисс. Что за компромисс? Ему нужно было убрать мандат. Республиканцы легли, так сказать, телами своими. Нет никаких мандатов. Что значит убрать мандат из иншуранса? Это значит, особенно из медицинского иншуранса, потому что сравнивать медицинский иншуранс с иншурансом на машину очень некорректно. Если в иншурансе на машину, в котором, кстати, тоже есть мандат, вы не можете из гаража выехать. Ну, не совсем так, не совсем так. В отдельном... Так, секундочку, можно я вас здесь остановлю? Чтобы сразу, так сказать, поправлять ваши неточности, мягко говоря. Давай, давай. Во-первых, не во всех штатах требуется страховка на машину. В соседнем с нами штате Вискансин страховка на машину не требуется. То есть, это не является мандатом. Так что вы тут, ну, мягко говоря, не точны. Но это не является мандатом в штате Вискансин. А сколько таких штатов, как Вискансин, где оно не является мандатом? Ну, это не имеет значения. Вы сейчас сказали неправду, вот и все. Ну, 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 секундочку, секундочку. Это не неправда. Это может быть неточность. Это может быть какая-то ценная... Хорошо, хорошо. Давайте возьмем штат Иллиной. Давайте мягко назовем это неточностью. Окей, да. В штате Иллиной. Вы можете из гаража выехать, если у вас нет иншуранса на машину? На самом деле, нелегальные иммигранты, поскольку у них нет доступа, они ездят без иншуранса. Это нарушение правила. А также преступники грабят банки. Да, да. Мы сейчас говорим. Да. Мы говорим о нормальных таких людях, которые уважают закон. То есть мы говорим... Мы можем выехать из иншуранса, без гаража. Мы говорим... Ну, опять вопрос некорректно поставлен. Мы говорим о том, что... А мы говорим о том, что в штате Иллиной существует закон, который обязует каждого водителя автомобиля иметь страховку. Прекрасно. То есть существует мандат на покупку страховки. Правильно? Правильно. Очень хорошо. Почему же мандат на покупку иншуранса вызывает такой протест? Совершенно непонятно. То есть прецеденты есть в иншурансном бизнесе в любом. Если вы хотите взять моргич на долг, то пока вы банку не предоставите иншуранс, о том, что в основном за иншуранс... Окей. Я понял. Я понял вашу мысль. Позвольте мне ответить вам. Позвольте мне вам ответить на этот вопрос. Вы можете не брать автомобиль. Вы можете не пользоваться автомобилем и не покупать страховку. Правда? Ни на Америке, ни на Земле, ни на другой планете, нигде в этой вселенной не может работать по рыночным законам. Секундочку. Почему? Секундочку. Еще раз повторю. Вы можете не управлять автомобилем, не покупать автомобиль и не покупать страховку. Прав я или нет? Если вы хотите всю жизнь ходить пешком, вы имеете на это полное право... Ну, вот об этом и разговор. Леон, пожалуйста. Секундочку, давайте так. Леон, остановитесь на секунду. Вы долго разговаривали. Все-таки программа моя, поэтому с вашего позволения я хочу пару слов сказать. Извиняюсь, как имя человека, который позвонил? Простите, как вас зовут? Меня зовут Игорь. Игорь зовут. Пожалуйста, Леон. Сейчас Леон вам ответит. Игорь, очень приятно. Ну, так сказать, вы спросили, хорошо или плохо вам иметь свое мнение, а свое мнение иметь хорошо. Хорошо или плохо иметь мнение, не основанное на логике, плохо. Поэтому давайте разберемся, есть ли ваше мнение основано на логике или нет. К огромному сожалению, вот то, что вы все это время говорили, я не проследил здесь никакой логики и конкретных утверждений. Возможно, они у вас есть, возможно, вы просто еще не высказали их, или, ну, бывают люди, которые имеют убеждения, но как бы не совсем умеют стройно их рассказывать. Такое тоже бывает. Я не хочу вас обидеть, просто вот я слушал вас и ничего не понял, что вы говорите. Значит, насчет pre-existing conditions. Есть много других, значительно более хороших способов решить эту проблему, а не обязать всех покупать страховку, потому что вообще что-либо покупать обязать нельзя человека. Вы говорите о том, что когда покупаешь дом, то нужно страховку иметь, так сказать, на огонь, воду и прочее. Да, но вы можете не покупать дом, а арендовать его. Вы говорите, что на машину вы не можете мандат. Я не очень понимаю этого слова, но скажем, допустим, поймем его таким образом. Вы обязаны иметь страховку в Иллинойсе и в Калифорнии тогда, когда вы покупаете машину. Но у меня есть куча знакомых, которые пользуются Uber'ом и никакой не покупают страховки. Значит, с медициной здесь другое. У вас нет возможности избежать. При ObamaCare, если вы не покупаете страховку, то вы, извините, должны платить штраф за это. Теперь, кроме всего прочего, я лично хотел бы купить страховку только на несчастный случай. А все остальное оплачивайте из своего кармана. Вот такой я козел вонючий. И не хочу платить за декретный отпуск, потому что он мне не нужен. В моем возрасте я рожать не собираюсь. Я вообще не собирался в другом возрасте рожать. Да, у меня пол другой. Но сейчас пол мужской или женской стирается, потому что захожу в туалет, в женский, мне говорят, куда ты поперся. А я говорю, я сейчас чувствую себя женщиной. Так что, так сказать, там другие уже начинают быть игры. Так вот, значит, про existing condition. Лучший способ, который я слышал, это то, что предложил Рэнд Пол. Да, два года мы принимаем всех, а через два года, значит, если у вас есть болезнь, то вы уже застрахованы. А если вы решили два года не страховаться, а у вас болезнь здесь, то извините, это уже теперь ваша проблема. Теряйте ваш дом, теряйте вашу машину. Вы выбрали это. Вот. Теперь, значит, то, что предлагается с Обама Киэр, и то, что предлагается покрыть всех страховкой, кто-то должен за это платить. Кто-то. И кто это будет платить, мне пока совершенно непонятно, потому что по самым-самым скромным подсчетам, не 1,37 триллиона, как мы сегодня тратим на все, вся страна тратит на все, огромные деньги на медицину, больше в два раза, чем надо. Так вот, эта вот страховка, которую предлагает Берни Сандерс, вы будете сплатить. Вы будете. Мы все будем платить 2,5 триллиона в год, а по некоторым другим подсчетам 2,8 триллиона. То есть, неоткуда взять 1,2 триллиона долларов каждый год. Неоткуда взять их. Вы идете либо к китайцам, и их занимаете, да, и тогда наши дети или внуки поплачивают это, а мы наплевали, мы заняли деньги, их тратим, да. А они будут оплачивать. То есть, мы убьем их экономику. Либо мы начинаем ужесточать налоги, и на 20% поднимаем все налоги. И на этом заканчивается американская промышленность, индустрия или все, что угодно. А все остальное, что вы говорили, я извиняюсь, это чистая эмоция. Откуда вы взяли эту цифру? Какую цифру? Какую цифру? 2,5%? 3 раза обсчитывалась программа Берни Сандерса, 2 раза очень левыми организациями. Значит, через 2 минуты я могу, просто не помню сейчас их название. Вот, а 3-й раз обсчитывалась неким консервативным think tank. Вот, первая организация сказала 2,4 триллиона в год, вторая сказала 2,5 триллиона в год, а третья консервативная сказала 2,8 триллиона в год. Я не взял эту цифру. Это есть в печати везде. Как только вы гугл Берни Сандерс программу Medicare для всех, вон тут же выскочит 3 исследования, которые сделаны по этому поводу уже. Кто же эти исследования платил? Чему выгодно с этим не иметь дела? Да нет, но как раз... Мы сейчас не об этом. Опять смотрите, я говорю вам цифры, а вы эмоции. Бесполезно. Кто платил, платила демократическая партия Соединенных Штатов Америки за два первых исследования? Все. Так не получится такой диалог. Вы приводите цифры, факты каких-то исследовательских центров, а человек говорит, кто платил, это все неправда. Ну, это не получится разговор. Добрый день, пожалуйста. Да он просто посчитал уже. Он все посчитал и точно знает. Меня зовут Василий. Здравствуйте. Я вынужден присоединиться к Леону и сказать, что я тоже козел. Я тоже хочу заплатить только за то, за что я хочу заплатить страховки. Второе. Сергей Александрович, я очень по-хорошему по-другому к вам отношусь. Эти Леону говорите, это его передача. Как она называется, кстати? Час Вайнштейна? Ну, пусть он говорит. Зраните спокойствие, здоровье сохраняйте. Пусть помогает Вайнштейн. Вы знаете, это уже началось хамство. Вот хамство я не люблю. Поэтому давайте организовывайте, пожалуйста, свою передачу и на нем хамите людям. А здесь не надо. Все нормально, все нормально. Все, я учту. Спасибо. Я учту. Я учту. последнее и последнее. Ну, ладно, Леонид Катьевна, что я нехорошо говорю. Ну, вы же знаете нашу публику. Я не помню какую-то фразу, если человек дьет это надолго, если ему давай, пусть он подготовит как следует, рассказывает то, что он хочет. Спасибо большое. Спасибо. Если я вас смутил, будьте здоровы. Спасибо. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Ну, во-первых, я хочу сказать, вы говорили про Северную Корею, я не знаю, слышали ли вы по поводу того, что существует такой фильм, он называется Under the Sun. Этот фильм был снят русским режиссером, который был официально приглашен Ким Чен Иром, Уном, и он подпольной камерой еще как бы секретные кадры снял, их вывез и сделал кино. Я считаю, что людям, которые хотят здесь устраивать коммунизм, очень полезно посмотреть этот фильм, который называется Андрес Асан. Он вышел в 2015 году, и они там увидят свое счастливое детство в красных галстуках, и как все голосуют за и клопают одновременно. Это очень интересно. Но по поводу выступления Игоря, он просто вообще не знает, о чем он говорит. Потому что мандат, это не только мандат, что вы должны купить иншуранс, а это мандат, что иншуранс должен покрывать. И то, что Леон сказал, что каждый может выбирать, и тогда вы будете платить только за все сервисы, которые вам нужны, то оно, естественно, будет очень дешевле стоить, чем платить мужчинам за противозачаточные, а пенсионерам за матерный телефон. Но другой вопрос, который он совершенно не понимает. Мне вот интересно, если кто-то из вас может найти статистику. Сколько людей было заиншурировано до того, как была Обама Керрой, сколько людей заиншурировано нам? Потому что у меня такое впечатление, что люди, которые получили иншуранс, это в основном нелегалы, и люди, которые были на пабликейте, и они просто расширили пабликейт. Люди же, которые имели иншуранс, и покупали его, потеряли его, что цена его выросла в три раза. И работающие люди, количество их, которые не имеют иншуранс, выросло в два раза. И мне даже интересно, на эти три миллиона долларов, что Обама потратил, если бы эти деньги выдали на душу населения, таким бы, хватило купить иншуранс на 10 лет вперед. Кроме того, что этот звонящий товарищ Игорь не знает, что, например, он не хотел говорить про висканцев, я скажу ему про Иллиной. В Иллиной было в прошлом году 11 компаний, которые иншурировали людей в Иллиной на пабликейте. Их сократили с 1 января 2018 года на 5 компаний. О чем это говорит? Что самая большая компания, которая иншурировала больше 200 тысяч, она банкрот. И эти люди, которые имеют карточки, они иншурансы не имеют, потому что из-за того, что эта компания банкрот, и open enrollment не начнется до ноября, врачи отказались принимать этих больных, и они приходят в офисы с этой карточкой, а им говорят, что офис их не принимает. И поэтому иметь карточку, которая только создает впечатление, что у вас есть иншуранс, это вовсе не значит, что у вас есть иншуранс. Совершенно верно. Наличие карточки и страховка, и получение медицинских услуг это разные вещи. Боюсь, что многие этого не понимают. Я не помню точно, но попробую на память, на вскидку назвать цифры. Дополнительно было застраховано там 14 миллионов людей, которые на самом деле имели пабликейт до этого. То есть, из тех 22 или 20 миллионов, которые всего были застрахованы после Обама Керр, 14 были на пабликейте до этого. А что касается людей, которые потеряли страховку, это тоже больше 20 миллионов человек, которые потеряли страховку после того, как был принят Обама Керр. так что количество людей застрахованных практически не увеличилось. То есть, кто-то получил страховку через Обама Керр, кто-то потерял ее. Да, и, конечно, сервисы, которые вот это Обама Керр покрывает, это вовсе не значит, что если вам нужно сделать МРА, так вы его получите. Это вовсе не значит, что если вы хотите увидеть какого-то специалиста, что ты, вы к нему попадете в течение месяца или двух. И люди не понимают, что карточка это вовсе не медицинский сервис, карточка это просто карточка. А люди, которые ее принимают или не принимают, больному неизвестны. И что эта карточка не платит за то лекарство или за это лекарство, которое нужно больному, они этого тоже не знают. И поэтому мне просто обидно, что люди вообще зомбированы и не понимают вообще, о чем речь идет. Вы знаете, люди просто испуганы на самом деле. Я не знаю, как насчет Игоря, который звонил, он с таким пылом начал, а потом, честно говоря, похоже, что сдулся. Значит, тут вот такая проблема. У нас есть уже 45 каунтис, каунтис по-русски, графства, да, в которых вообще нет медицинской страховки. И есть 1388 каунтис, в которых только одна страховая компания все еще продолжает работать. И эта страховая компания легко ставит любые условия, потому что, ну нет, конкуренции вообще. От кого она больше сосет, от государства или просто от людей, которые приходят, неважно, все равно деньги из нашего кармана уходят. Вот, так сказать, я тоже не помню точно количество миллионов людей, которые, ну говорили, что там, так сказать, между 20, о, варваре 25 миллионов людей в Америке не имеют страховки, и это позор, и тому подобное. И вроде бы, так сказать, они теперь сократили это количество то ли, так сказать, на 10, то ли на 15 миллионов, не знаю. Но с моей точки зрения, то, что я читал, все равно еще 15 миллионов не застрахованы. Хотят они этого, может, они этого не хотят, может, они избегают этого, может, там что-то еще, может, они считают, что либо у них, так сказать, вообще денег нет, либо у них, я не знаю, по каким поводам они не страхуются. Я знаю только, что раньше, там, до Обамакеер, тест, я в Кайзере, такая организация есть, Кайзер Пармонента, значит, Кайзере тест на кровь, там, или на все остальное, стоил 5 долларов. Сегодня я плачу за него 30 долларов. Значит, но зато значительно больше количества народу стало ходить в Кайзер, в очереди выросли. Значит, к своему врачу, к собственному, получить довольно сложно теперь стало, значит, встречу с ним. Но зато можно пойти в, значит, urgency или там urgent care и просидеть там 2-3 часа и получить то, что ты хочешь. То есть, становится вот похоже на социалистическую медицину. Очень так начинает пахнуть тем, что ограничение тебя и по времени, врач с тобой проводит очень мало времени, и по лекарствам, которые тебе предписывают. Там я разговариваю со знакомыми врачами, они говорят, что вот это и вот это хорошо там при твоей болезни. Я иду, а мне говорят, нет, к сожалению, мы этого прописать вам не можем. Зато можем прописать вот это. Оно дешевле, хуже действует. То, что происходит в стране, происходит переход от хорошей медицины для 80% населения на плохую медицину для 90% населения. Я думаю, что у нас еще будет повод на следующей неделе поговорить о реформе здравоохранения, поскольку и республиканцы предпринимают очередную попытку, и на следующей неделе они предпримут попытку проголосовать все-таки за этот закон. И тогда мы вернемся к этой теме еще раз и более подробно об этом поговорим. И сейчас мне остается только поблагодарить Леона Вайнштейна за, как всегда, интересную передачу. И до следующей встречи. Спасибо вам, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова